Всем привет! С вами Светлана. Я сегодня буду готовить неимоверно вкусный и нежный десерт. Тарт лимонный с меренгой. Это очень-очень вкусно. Для основы я беру песочное тесто на желтках. Рецепт уже есть у меня на канале. Ссылочка будет под видео. Вообще, вы можете использовать любое ваше любимое песочное тесто для приготовления этого десерта. Для начала я раскатаю тесто. Оно очень нежное, поэтому раскатываем аккуратненько. Берем формочку и заполняем тесто. Видите, насколько оно нежное, оно просто рассыпается в руках, но с ним очень удобно работать. Оно очень пластичное, поэтому если даже у вас оно не порвалось, то ничего страшного. Мы его выровняем руками, добавим нужное количество там, где оторвалось. Поэтому не переживай. И при помощи вилочки хорошенечко накалываем и борта, и дно формочки. Пока отставляем в сторонку. Тесто у меня осталось, поэтому я еще сделаю маленькие порционные тарталетки. Такие мини-тарты, тоже с заварным кремом, заварным кордом и с мерендой. Для этого берем вот такие вот формочки, они бывают разного размера. Это у меня средние, есть более мелкие, есть более крупные. Берем небольшой кусочек теста и вот так вот руками распределяем. Теперь берем, обязательно проверьте, чтобы тесто было наколото, берем бумагу для выпечки или фольгу и насыпаем или горох, или фасоль. И распределяем. Это мы делаем для того, чтобы тесто не поднялось, а осталось нужной нам формы. Сейчас формочку помещаем в заранее разогретую духовку. Выпекаться будет при температуре 180 градусов 10 минут. После чего убираем бумагу с фасолью или горохом, чтобы использовать, и печем дальше до красивого золотистого цвета. Вот такие вот тарталетки получились. Они у меня провели в морозилке в районе 10-15 минут. Это делается для того, чтобы не использовать в последующем груз. Если вы не хотите отправлять их в морозилку, то тогда берете кусочек фольги, на фольгу насыпаете какую-то крупу, и на каждую тарталетку помещаете по такому кулечку. Это делается для того, чтобы тарталетка не поднялась, а была вот такой нужной нам формы. Вы видите, что некоторые я красила в зеленый цвет. Это я взяла небольшой кусочек теста, добавила туда пищевой зеленый краситель и перемешала. Но не интенсивно, так чтобы не равномерно был одинаковый везде зеленый, а такой вот разный, да? Будут у меня вот несколько тарталеток. Обычного песочного теста, а некоторые такие зеленоватые. Все, отправляем в духовку. Выпекаться они будут при температуре 180-200 градусов, в зависимости от вашей духовочки, до красивого золотистого цвета. Тарт готов, меренга готова. У меня уже есть видео по поводу приготовления меренги, поэтому я не стала перегружать видео. Мы берем сахар, берем воду, доводим до температуры 118 градусов, одновременно взбиваем белки и потом тоненькой струйкой просто вливаем сироп в белки, продолжаем взбивать до нужной нам консистенции. И лимонный курт. Ссылочка тоже будет уже под видео. И теперь берем курт и наполняем песочную нашу чашу. Можно использовать не только лимонный курт, вы можете использовать апельсиновый или мандариновый курт. И я меренгу поместила в кондитерский мешок. И теперь при помощи насадки буду его... Вот такой вот тарт получился. И таким же образом мы поступаем с порционными тарталетками. Берем тарталетку, наполняем ее куртом. И так, как я вам говорила, при помощи ложки вот так вот просто наносите. И вот делаете так вот, придавливая ложку, поднимая ложку вверх-вниз, получаем таких вот ежиков. Тоже очень красиво, когда нет под рукой кондитерского мешка. Красота получилась. И теперь при помощи горелки для крем-прюле мы их немножечко подпалим. Всем пока-пока. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Här! Всем пока-пока. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...